Здравствуйте, глубоко уважаемые президенты, уважаемые коллеги. Хочу с вами поделиться опытом в диагностике карциноматоза брюшины. Карциноматоз брюшины – это один из распространенных методов путей метастазирования авариального и дегестивного рака. При раке яичников он возникает в 70% случаев, а при дегестивном раке желудочно-кишечного тракта – около 20% случаев. Диссиминация по брюшине развивается лишь после того, когда опухоль прорастает в все слои стенки, в босерозной оболочке, и формируются импланты опухолевые на брюшине висцеральной. После этого они способны отшнуровываться истоком крови разноситься по брюшине сначала в ближайшие области, а дальше на отдаленные участки брюшины. И прежде чем перейти к диагностике перитениального карциноматоза, хотелось бы остановиться на основных аспектах анатомии. Анатомия. 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 Извините за кривые рисунки, я их сама рисовала. Париетальная брюшина покрывает брюшную стенку со всех сторон. Вот она представлена. Брыжейка крепит интерперитениально расположенные органы к задней брюшной стенке и покрыта уже висцеральной брюшиной. Брыжейка – это дупликатура брюшины, в структуре которой находятся жировые жиры, сосуды, нервные окончания, лимфатические сосуды. И, собственно, висцеральная брюшина, которая покрывает интерперитениально расположенные органы. И все это вместе называется, правильно было бы называть брюшинная полость, а не брюшная, потому что брюшная полость включает в себя также из-за брюшинного пространства. Но у нас есть устоявшиеся понятия, когда именно интерперитениально расположенные органы мы называем брюшной полостью. Также брюшинная полость распространяется в таз, потому что имеется тазовая брюшина, которая покрывает верхнюю стенку мочевого пузыря, матка, которая со всех сторон покрыта брюшиной, она находится интерперитениально, и прямая кишка, которая покрывает брюшина ее по передней и верхней поверхности. Также необходимо соблюдать определенную методику сканирования, потому что зачастую к нам приходят пациенты с дисками из других лечебных учреждений, где исследования выполнены без контрастного усиления, с большой толщиной среза, и довольно сложно диагностировать какие-то моменты. Мы выполняем двухфазное сканирование, где есть артериальная фаза контрастирования на 20 секунде. Из-за расчета со скоростью 3,5 мл в секунду в среднем, и в среднем также из-за расчета контрастного вещества 1,5 мл на килограмм массы тела, и толщиной среза не более 2 мм. И артериальную фазу захватываем по гребне подвздошных костей. Портальная фаза выполняется на 60 секунде. Абсолютно такая же скорость и толщина среза такая же, только мы опускаемся несколько ниже, чтобы захватить именно и тазовую брюшину, потому что при подозрении на поражение брюшины нам необходимо ее визуализировать всю. И если в брюшной полости по гребне подвздошных костей мы можем ничего не увидеть, то могут быть изменения в малом тазу. Также необходимо контрастировать кишку. Она бывает позитивная и негативная контрастирование кишки. В нашем учреждении мы используем позитивное контрастирование кишки. Это необходимо для того, чтобы увидеть межпетельно расположенные неорганные образования и не пропустить их. Производными париэтальной и висцеральной брюшины являются брюжейки, складки и сальники. И хотела бы на некоторых из них остановиться, на самых важных. Серповидная связка. Представлена в виде тонкой полоски, прикрепляющей переднюю поверхность печени к диафрагме. Серповидная связка. Главная ее функция – это разделение на правое поддиафрагмальное пространство и левое поддиафрагмальное пространство. Желудочно-диафрагмальная связка. Также надо помнить, что связка – это дупликатура брюшины, но она не всегда выглядит в виде полоски, а также может содержать в себе жир и сосуды. Желудочно-диафрагмальная связка крепит дно желудка к диафрагме. И разделяет левое поддиафрагмальное пространство от околоселезеночного пространства. На корональных срезах также ее можно увидеть. Желудочно-диафрагмальная связка. Желудочно-диафрагмальная связка идет по большой кривизне желудка. Содержит в своей структуре короткие сосуды желудка, которые мы можем видеть в норме при компьютерной томографии. И если в этой области мы находим какую-либо патологию, мы можем смело говорить, что это область желудочно-селезеночной связки. Треугольная связка печени. На аксиальных срезах она видна довольно плохо, но коронально гораздо лучше. И она прикрепляет заднюю поверхность печени к диафрагме, разделяя правое поддиафрагмальное пространство от кармана Моррисона или под печеночного пространства. Селезеночно-почечная связка. Селезеночно-почечная связка в ее структуре проходит хвост поджелудочной железы, максимальный отдел селезеночной вены. И она является продолжением брыжейки поперечно-ободочной кишки. Желудочно-ободочная связка. Это верхний отдел большого сальника, который прикрепляет большую кривизну желудка к поперечно-ободочной кишке. И вот она на компьютерной томографии. И, собственно, большой сальник, который в виде фартука находится под передней брюшной стенкой, является удлиненной брыжейкой желудка в структуре, которая содержит большое количество жира и сосудов. И размеры его абсолютно вариабельны. Он может доходить до мочевого пузыря, может заканчиваться на уровне подвздошных костей. Также, как и у него может быть лотерилизация, либо правосторонняя, либо левосторонняя. Диафрагмально-ободочная связка. Диафрагмально-ободочная связка прикрепляет селезеночный изгиб к диафрагме, разделяя околоселезеночное пространство и левый боковой канал. И малый сальник, который образован связками желудка от малой кривизны к печени и от печени к двенадцатиперстной кишке. К таким относятся желудочно-печеночная, печеночная и двенадцатиперстная. Соответственно, в этой связке проходят сосуды малой кривизны желудка. Желудочно-печеночная связка в составе малого сальника и печеночно-двенадцатиперстная связка. Диафрагмально-печеночная связка. В малом сальнике также выделяют два этажа – верхний и нижний. Границы которой может быть перегородка, содержащая мелкие ветви левой желудочной артерии. И, собственно, брыжейка поперечно-ободочной кишки, которая является нижней стенкой сальниковой сумки, хорошо визуализируется при компьютерной томографии, потому что содержит большое количество сосудов, кровоснабжающих поперечно-ободочную кишку. Также брыжейка поперечно-ободочной кишки делит брюшную полость на верхний этаж и нижний этаж. Нижний этаж, в свою очередь, подразделяется на левый синус и правый синус. А правый синус глухо заканчивается в области илеоцикального угла. Левый синус общается с полостью таза. Полость таза через правый боковой канал сообщается с верхним этажом брюшной полости, где выделяют правое поддиафрагмальное пространство, о котором я уже говорила. Она отделена от левого поддиафрагмального пространства серповидной связкой. Левое поддиафрагмальное пространство от селезеночного пространства, которое здесь, к сожалению, не обозначено, с желудочно-диафрагмальной связкой разделяется. И, соответственно, околоселезеночное пространство от левого бокового канала разделено ободочной диафрагмальной связкой. Также в верхнем этаже брюшной полости выделяют карман Моррисона или подпеченочное пространство. которая через отверстие Винслоу сообщается с сальниковой сумкой. Помимо нормальной анатомии карманов брюшной полости, необходимо знать циркуляцию жидкости в животе для диагностики перитениального карциноматоза брюшной полости. Из малого таза, там, где больше всего ее продуцируется, жидкость распространяется в правый боковой канал. Из правого бокового канала правое поддиофрагмальное пространство, где ток ее останавливается за счет наличия серповидной связки. И она может распространяться только впереди от печени и межпетельно. Также на развилке она распространяется в правое подпеченочное пространство, где через отверстие Винслоу распространяется в сальниковую сумку, где, опять же, у нее тупик, потому что выхода из сальниковой сумки нету дальнейшего тока, только обратно. Также из таза оно распространяется в левый синус нижнего этажа, а из левого синуса в правый, где находится илеоцикальный угол. И также это является зоной с замедленным током жидкостью, потому что выхода, кроме как вперед, межпетельный, у него больше нету, ток никуда не идет. Также из таза распространяется в левый боковой канал, однако в левом боковом канале скорость гораздо ниже, и распространение жидкости, объем жидкости туда в меньшей степени распространяется за счет наличия брыжейки сигмовидной кишки и наличия ободочно-диафрагмальной связки, которая препятствует проникновению ее выше. Поэтому большое количество жидкости идет все-таки по правому боковому каналу. Семиотика, перитонельный карциноматоз. Карциноматозные узлы могут выглядеть в виде бляшек. Бляшек, например, на представленном исследовании снимки мы видим утолщение леска париэтальной брюшины с наличием бляшковидных соленых разрастаний. Видите жистости. Мы видим измененную брыжейку поперечно-ободочной кишки в виде ретикулярно-утолщенных структур. Это является признаком карциноматоза брюшины. В виде масс. Сливные солидные узлы локализуются по большей части в большом сальнике и хорошо визуализируются. Звездчатость структуры характерна для брыжейки тонкой кишки. То есть, если мы видим заостренные контуры, инфильтрация и утолщение ретикулярное, следует подозревать, что здесь есть карциноматоз брюшины. Также брыжейка тонкой кишки может быть изменена по типу складчатости. Вот это все измененное карциноматозно измененное брюшином. Исходя из того, что мы знаем ток жидкости в брюшной полости, семиотику карциноматозных узлов, можно предполагать наиболее частые места локализации карциноматозных узлов. И так как дугласовое пространство является гравитационно-зависимой зоной, довольно часто при наличии карциноматоза мы можем увидеть здесь изменения. Разрастания солидные в дугласовом пространстве и в латеральных паравизикальных карманах. Также довольно часто, как я уже сказала, поражается правый боковой канал, потому что это является гравитационно-зависимой зоной. И из малого таза жидкость сразу поступает в правый боковой канал. То есть если есть изменения в малом тазу, нужно обязательно их искать и здесь. Здесь они выглядят в виде узлов. Правое поддиафрагмальное пространство. Не следует эти изменения путать с субкапсулярными метастазами печени, потому что от этого меняется стадия заболевания. И это является именно поражением поддиафрагмального пространства. Почему часто оно здесь возникает? Потому что это зона резорбции асцетической жидкости. Корень брыжейки. Корень брыжейки тоже поражается часто. Является довольно сложной зоной, потому что вовлекает в процесс крупные сосуды магистральные. И автоматически пациент признается неоперабельным. Илеоцикальный угол. Илеоцикальный угол является зоной с замедленным током жидкости. То есть она там задерживается, импланты оседают на брюши, но начинают разрастаться. Часто в этой области поражается еще также стенка кишки. И при планировании оперативного вмешательства обязательно нужно это указать в зону, потому что здесь будет выполняться резекция кишки. Левый боковой канал поражается гораздо реже, чем правый, как я уже говорила, но, однако, довольно часто, не часто, но встречаются здесь карциноматозные узлы. Вот такие мы можем видеть. Скорее всего, с инвазией тонкой кишки. И в левое, и в околоселезеночное пространство жидкости с опухолевыми имплантами поступают только тогда, когда ободочная диафрагмальная связка не выполняет полностью свою функцию, и жидкость может проникнуть. То есть довольно редкое место локализации, но тем не менее. И все поддиафрагмальные пространства лучше смотреть на корональных изображениях, потому что на аксиальных они не так хорошо видны. Поражение большого сальника тоже может выглядеть разнообразно в виде ретикулярных утолщений и инфильтрации его, в виде масс и в виде узлов. Также карциноматозные узлы могут по своей структуре отличаться. Например, у данного пациента все опухолевые импланты с обозвестлениями, так же, как и сама первичная опухоль. По некоторым данным говорят, что обозвестление в опухолевых узлах не является признаком лечебного патоморфоза. А бывают узлы необозвестленные, а наоборот кистозные. И тогда мы видим, у нас хорошо законтрастированная кишка, и было нам легко дифференцировать вот этот гиподенсный кистозный узел, который, возможно, мы бы пропустили, если бы не давали пероральный контраст. В настоящий момент этим пациентам возможно выполнение оперативного вмешательства в объеме циторедукции с последующей внутребешиной химиоперфузией. Но не все пациенты подходят под эту операцию, и для этого нужно определение индекса перитениального карциноматоза. Сначала он оценивается по КТ, а потом при диагностической лапароскопии. И для разных заболеваний он также является разным. Например, для рака желудка индекс перитениального карциноматоза не должен превышать цифру 7, потому что доказано, выживаемость от этого не увеличивается, этих пациентов. Так же, как и при колоректальном раке индекс перитениального карциноматоза не должен превышать 14 баллов, наряду с раком яичников, при которой даже при 39 баллов пациентов берут на операцию. И при индексе перитениального карциноматоза оценивается, выдаются баллы по размерам опухоли и по локализациям. То есть выделено 12 областей. В эпигастральной области 3, в мезо- и в гипогастральной области. А также 4 цифры для кишки. Это проксимальный отдел подвздошной кишки, дистальный отдел подвздошной кишки, прошу прощения. Проксимальный отдел подвздошной кишки и дистальный отдел подвздошной кишки. Еще раз. Проксимальный отдел тощей кишки, дистальный отдел тощей кишки, проксимальный отдел подвздошной кишки и дистальный отдел подвздошной кишки. Согласно международным данным, Потенциально нерезиктабельными пациентами являются люди, у которых импланты по диафрагме в желудочно-селезеночной и желудочно-печеночной связках, в малом сальнике, в воротах печени составляют более 2 см. Однако в нашем учреждении выполняются такие операции. Довольно сложными местами для хирургов является это правое диафрагмальное пространство, потому что, во-первых, они его не видят при диагностической лапароскопии, и только рентгенолог ему может сказать, какие здесь изменения мы видим. И также большой риск проникновения в правую плевральную полость при оперативном лечении. Корень брыжейки является сложным местом за счет того, что там проходят магистральные сосуды, то есть риск возникновения кровотечения высок. Желудочно-печеночная связка за счет того, что там также проходят сосуды, кистозное образование. Желудочно-печеночная связка за счет наличия большого количества сосудов. Ворота печени или гепатодиоденальная связка. Довольно сложно ее выделять и требует определенного времени для хирургов, и мы должны обязательно их об этом предупредить. Круглая связка печени. И абсолютно нерезектабельными являются пациенты, у которых имеется мелкая диссиментация карциноматозных узлов по стенкам тонкой кишки, по брыжейке. При компьютерной томографии чувствительность составляет 23%, но иногда мы можем додиагностировать в виде утолщения стенок кишки, их ригидности и расширения петель, вот такая вот диффузная, и предупредить хирурга о наличии такой патологии. И полное описание диагностики перитениального карциноматоза заключается в знании нормальной анатомии, в соблюдении методики сканирования и мультидисциплинарного подхода. То есть каждый пациент должен наговариваться с хирургом, мы должны говорить на языке хирургов, знать все связки, не просто брюшная полость или передняя брюшная стенка, а точность диагностики. И для примера я хотела бы представить вам исследование пациенту, у которого был колоректальный рак, он от него вылечился. Прошло три года, пришел на исследование, и у него выявили, не к нам пришел, у него выявили вот такие вот образования. Субрешина, в брюшной полости, и написали карциноматоз брюшины. Спленоктомия была. Он пришел к нам в институт на пересмотр, и этот диагноз сняли. Да, вы, наверное, правы. Что это может быть? Я забыла, если было, что это не было, они расположение заучили. Уже сказали. Это спленос, да, у пациента была спленоктомия. Это множественные добавочные дольки селезенок. Спасибо за внимание. Ксения Сергеевна, спасибо за прекрасное, блестящее и выверенное сообщение. Вы сами рисуете, да? Да, я старалась. Сказали, сказали, да. Вначале. Глубоко, уважаемые коллеги, кому угодно задать вопросы, если они остались после такого прекрасного сообщения. Евгений Иванович, пожалуйста. Вот вы выделяете такую форму канцероматоза, как ретикулярное уплотнение в жировой клетчатке. Доводилось ли вам видеть этот симптом в отсутствии других симптомов канцероматоза? Нет. И как этот симптом выглядит с точки зрения доказательной медицины? Есть ли под ним морфологическая верификация у кого-либо из ваших пациентов? Спасибо. Спасибо за вопрос. Отдельно мне его встречать не приходилось. Только в комплексе с другими имплантами других форм. И асцитом, естественно. И морфологически, я предполагаю, что он выглядит как муфтообразное. Я не спрашивал, как вы предполагаете, я спрашивал, была ли верификация этого ретикулярного варианта канцероматоза у ваших пациентов? У моих пациентов нет. Спасибо.